Всем привет, с вами Саня и мастерская Саня Товчан. Сегодня мы будем разбираться, как понять успокоитель на двигателе 4. Если вы завели машину и слышите такой звук. Если вы услышали такой звук, то значит у вас расслаблена цепь. Попробуйте натянуть сначала цепь, для этого посмотрите другое видео. Если это не дало результатов, то у вас скорее всего отвалился успокоитель цепи. Сейчас мы будем разбираться, как у вас поменять. Мы начинаем откручиваем карбюратор на тарелку. Снимаем воздушный фильтр и раскручиваем болты крепления самой тарелки к карбюратору. Берем ключ на осень и откручиваем. У меня гайки осталось всего две. А сдульные я потерял. Не уроните их в карбюратор. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Чтобы в карбюратор не попала грязь, заткните карбюратор чистой тряпкой. Далее снимаем вот эту тягу и раскручиваем болты крепления клапанной крышки. Для этого берем головку на 10, начинаем раскручивать. Дело это несложное. И смысла как раскручивать обычные гайки, не вижу смысла показывать. Так как у меня радиатор с электровентилятором, причем электровентилятор у меня стоит от Волги, проще снять его, сам карбюратор, радиатор, и у вас будет больше свободного места для установки натяжителя. Откручиваем шланги. Не сливаю я тасу, потому что у меня тасула нет, у меня вода. А вода у меня нисколько не галка. Сливаем его просто на пол. И раскручиваем второй шланг с этой стороны. Видно его вам или нет. Хомут. Раскручиваем его. После того как мы открутили патрубки, берем ключ на 13 и откручиваем вот эту гайку. После того как открутили эту гайку, переходим на другую сторону и откручиваем вот эту гайку. Идем бутик. Идем бутик. Выдергиваем провода с датчика температуры. И вытаскиваем целиком радиатор. Извините, может картинка смажется. Поехали. Поехали. Заливаем остатки грязи из ругратора В прямом смысле грязи И откладываем его. Далее, после того как вы раскрутили все гайки по периметру Клапанной крышки, откручиваем тросик На подсос Также используем здесь отвертку, здесь ключ на 8 Просто чтобы он нам не мешался Выдергиваем вот этот шланг, оставляем его После того как их все сняли, снимаем саму клапанную крышку Одной рукой это делать неудобно Уб регистраiert Ноerem Стой Удала Как мы видим, цепь болтается, видно нет, не знаю. На успокоителе есть вот такое вот ушко. Это новый успокоитель, стоят 70 рублей, вот такое ушко. Ловим за него через дырку, ловим его проволокой, обычным крючком или пинцетом. Ловим его, потом откручиваем два болта, находящиеся здесь и здесь. И вытаскиваем остальную часть. Показать я это не могу, одному это делать вообще невозможно. И показывать сразу, и доставать, поэтому это останется за кадром. Далее берем новый успокоитель. Возьмем его на проволоку и засовываем его на место. Проволока нужна, чтобы он не упал вниз. Далее берем его на балконе. И далее берем его на балконе. И так далее берем его на балконе. И опять берем его на балконе. После того, как вы на место установили успокоитель, натягиваете снова цепь. Показывать это как я делаю не вижу смысла, посмотрите другое видео. После натяжки, как вы видите, цепь уже не болтается, не трясется. Начинаем обратную сборку, ставим обратно клапанную крышку, не забывая поставить новую резинку, не ставьте старую, резинка стоит около 50 рублей, так что не экономьте. После того, как мы надели новую прокладку, берем и ставим клапанную крышку. Клапанную крышку ставить гораздо проще, чем ее снимать. Она ставится практически сама. Смотрим, чтобы под крышку не попали никакие провода. Далее положим шарбы и гайки и прикручиваем ее. Вот такие шарбы, они родные. Один уголок. С этой стороны. Второй уголок. С этой стороны. И сами непосредственно гайки. Скорво. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, я показываю все остальное, уже нагрево. Берем ключ и протягиваем их равномерно, начиная от центра. Центр, эти две, эти две. Берем головку на 10 и прикручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После того как бы полностью затянули клапанную крышку, надеваем обратно тяги карбюраторные. Надеваются они просто щелк и с этой стороны такой же щелк. Вот и все, тяги надеты. Надеваем крышку трублера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеть ее не сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее надеваем этот шланчик с карбюратором. Я не знаю куда он идет. Откуда он точнее и зачем нужен. Надеваем этот трамблер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь ставим вместо радиатора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставится радиатор очень даже легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему все плачут, что не могут его поставить, я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сперва мыли его на этот болт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам не вижу. Попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем шайбу гайку. И прикручиваем его. После того, как мы прикрутили эту гайку, переходим на другую сторону. И прикручиваем на вторую часть. Берем, нажимаем, булкик Потом берем уголовку на 10 и затягиваем Берем сливок Берем без накида Червая bezel Далее после того как вы прикрутили сам радиатор прикручиваем шланги так же берем ключ на 7 и затягиваем ключом не сильно усердствуйте ключ это вам не отвертка сорвать нефигелось дальше подключаем шланг от расширительного бачка также ключом на 7 затягиваем хомут переходим на кусок надеваем на место шланг 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее надеваем кастрюлю воздушного фильтра Далее надеваем кастрюлю воздушного фильтра Далее надеваем кастрюлю воздушного фильтра Ставим на место воздушный фильтр И крышку Далее надеваем кастрюлю воздушного фильтра Далее заводим двигатели, проверяем Как вы слышите никаких посторонних шумов нет Все прекрасно Заходите в нашу группу ВКонтакте Смотрите новое видео Всем пока!